Супрацовники музея Гомельского палацово-паркового ансамбля рыхтуют до открытия еще один старожитный объект. Размова идет про два склепы, побудованные в 1860-м годе. Сокрыты Гомельского подземелья в следующем сюжете. Территория, на которой сейчас находится палац Румянцевых и Паскевичев и прилегающий до его парк, была заселена около 5000 лет тому. У 80-х годах минулого стагодзя у земли знайшли старожитную келью, але докладных дадзинах обчасье ее побудовы нема. Вядома, что на территории парка иснавал великий подземный ход, але верогодні за все его разбурыли подчас будовництва палаца у 18-м стагодзе. Темболь, что тут прокладывали яше и инженерные коммуникации, які у 20-м стагодзе гомельшане так сама называли подземными ходами. Человек невеликого росту саправды мог рухаться по их практически свободно. Зараз яны забетонированы, ци засыпаны землею. Весь гомельско-дворцово-парковый ансамбль, он пропитан какими-то ходами древними времен Румянцевых Паскевичей, когда строились подземные коммуникации, вытяжные трубы, затем вентиляция, канализационные спуски, ливневки. И вот это все породило впоследствии у людей миф или легенду о подземных ходах. По сути, это технологические именно коммуникации. Разом с тым подземные секреты у гомельским парку існують і сёння. Вядомо, що достатково великие помешкання єсь каля капліцей зимового саду. У свой час у них знаходзілася абагрывальнае абсталявання. Интерес для наведвальнікаў могуць уявляць і два склепы, які знаходзіцца непасрэдна каля палаца. У 1860-м годзі іх побудавалі для заховування продуктаў. У апошні 10-годзі яны не выкарыстовываліся. Зрэдку помешкані наведвалі супрацоннікі музея, але толькі для проведзення рамонтных работ. Менавіта гэты склепы зараз рыхтуюць до открыця для наведвальнікаў. Конкрэтны термін пакуль не называюць, але подрыхтовчая работа ўжо бядзецца. Пагрібалі днікі щас ані закрыты на реконструкцію. Разрабатывацца праэтна гэсмектная документація. І в будушчым здесь адкроецца. Тось, ані будзець праисхадзіць музіфікація ціх абектав. І што-то будзець, што пакай сюрприз. Дарэші скробкі гляджыня наявнаці старажытных падземных збудаванняў, Гомель сапрауды можы уявляць вялікі інтарэс як для вудшоўных, так і для звычайных грамадзян. Дакладных даследванняў на гэты конд не проводзілася, але ёз падставы меркаваць, што склепы існуюць ў пераважной большаці будынкаў ў зведзіных да Кастрышніцкай революциў. Прауда, як трапіць туды, часта ніхто не ведая. Алек Сенсюрова Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадиокампанія Гомель.